Активная жизненная позиция представителей ветеранской организации Ленинского района достойный пример общественной работы. Об этом в приветственном слове сказал голова муниципалитета Олег Хромов. Его поддержали и другие почетные гости. Без вас, на самом деле, мы, являясь руководителями муниципального образования, наверное, не смогли бы пронести самую важную составляющую, которая является основой, наверное, нашего Ленинского муниципального района. Это сохранение и преумножение наших традиций. На встрече, которая традиционно проходит в последние дни декабря, подвели итоги большой совместной работы за год. Председателю Совета ветеранов Василию Мартынчуку вручили сертификат на 40 тысяч рублей. Эти деньги организация сможет потратить на продолжение своих значимых дел. Как отметил глава муниципалитета, это важная составляющая. Ведь сегодня в районе проживают более 25 тысяч ветеранов. И как минимум половина из них – деятельные люди. Мы уделяем большое внимание нашим ветеранам. Мы обеспечиваем и закладываем, соответственно, и в бюджетные параметры, и во всю нашу социальную политику, меры социальной поддержки не только из регионального или федерального бюджетов, но и за счет местного бюджета. Председатель Московского регионального совета ветеранов Виктор Пикуль, как никто, знает местный ветеранский совет. Ведь долгие годы сам был его руководителем. На встречу он прибыл не с пустыми руками. Наш совет оказался первым, кому был вручен флаг от вышестоящей организации. Василий Мартынчук, прошу флаг принять. Василий Мартынчук от имени всех ветеранов обещал – они будут достойны этого знамения, ведь каждый из них знает ему цену. Торжественная часть мероприятия продолжилась вручением подарков, а также подписанием трехстороннего соглашения между ветеранской организацией, Советом депутатов и администрацией Ленинского района. Для каждой из сторон соглашение имеет большое значение. Такое соглашение будет способствовать тому, что мы получим развитие в дальнейшем. Как говорится, наши люди откликнутся, естественно, на это соглашение и приложат максимум усилий, чтобы мы продолжили те нормальные отношения с нашим руководством, и чтобы мы завоевывали те же победы, которые мы завоевали в предыдущем. По окончании официальной части все собрались в банкетном зале за накрытым столом. Здесь уже ветераны смогли просто пообщаться и отметить хорошее завершение 2017 года. Татьяна Брылова, Константин Брылов, Елена Кошелева. Видное ТВ.